Не знаю у кого как, но у меня почему-то складывается всё именно так. Насколько я знаю, в банке дают бланк предварительного договора купли-продажи. Я об этом прочитала в интернете. На практике банк нам дал образец, который мы переписывали, вернее перепечатывали. Это странно, это занимает время, это неудобно, нельзя сделать бланки, я не понимаю. Я не знаю как там на самом деле и у всех всё по-разному, но если кто-то хоть раз приобретал жильё именно через ипотеку, где вы брали предварительный договор купли-продажи, где вообще люди берут это всё? На данный момент я бегу за очередной выпиской, которая нужна для подачи документов в банк, которую мы просили изначально у посредника. И этот, я уже даже не знаю как его называть, в общем этот человек просто протупил. Он не заполнил ни договор предварительный, который мы им давали. Он не взял эту справку, ничего не сказал продавцам про это. Короче, вот сейчас бегу к хозяйке, она мне её отдаст, и я соответственно поеду до молодого человека, и оттуда мы поедем вместе в банк, чтобы всё-таки уже подать эти грёбаные документы. Забрала. Фу, наконец-то. Всё забрала, всё отдала, всё вроде бы отнесли, сделали. Короче, это капец. Ноги болят, замёрзла. Пришлось сегодня бежать за выпиской, которую должны были предоставить продавцы давным-давно. В общем, теперь её ждать нужно 10 дней. Вернее, не 10, 7 дней. Короче, я чувствую, мы не купим никакое жаливо с такими продавцами, тупорылыми, вернее посредниками. Наконец-то сходила, забрала выписку, которая нам нужна была из ЕГРН, по-моему, или как-то так, короче. И уже отнесла её даже в банк. Я надеюсь, что это уже окончательно. Ничего не потребуется, больше никаких документов. И в скором времени нас уже вызовут для подписания договора. Потому что очень уже хотелось бы. Ой, неужели у нас хоть что-то сдвинется в нашей покупке жилья? Потому что молодой человек только что поехал в банк для того, чтобы отвезти свои документы. Договориться уже на день, может быть, даже на сегодня, когда подписывать окончательный договор купли-продажи. Ой, я надеюсь, что всё получится. Потому что, блин, ну уже надоело, просто надоело. Не спать не можем нормально из-за этого. Ничего не можем, всё переживаем. Короче, да. Кстати, мне кажется, что продавцы тоже первый раз вообще продают жильё. И вообще в этой системе первый раз участвуют. Потому что, если бы они знали, что оформление занимает около месяца, а у нас уже намного дольше, то, мне кажется, они бы уже давным-давно отказались. То есть, как они нам говорят, что у них уже куча клиентов была. И даже с наличкой получится у нас оформить наконец-таки эту ипотеку или нет, блин. Реально Сбербанк просто удивляет, если честно. Я не думала, что настолько всё плохо. Не знаю, может быть, в других отделениях Сбербанка обстоят дела и получше. Но именно то отделение, которое выбрали мы, почему-то оказалось не очень. Я потом почитала отзывы на разных форумах. И просто даже на самом отделении банка почитала отзывы. В общем, у них вечно какие-то там проблемы. Это, знаете, из той оперы, что кому-то даётся что-то легко, а вот нам, как оказывается, не так уж всё легко даётся. Так же, как о переезде в Россию. У кого не спросишь, у всех всё хорошо, у всех всё идеально было при переезде. Я, как вспомню, у меня просто дрожь берёт. Я не считаю это офигенным временем, потому что я перенесла очень большой стресс тогда. Так же и с покупкой жилья, так же и со съёмом жилья в Воронеже. Короче, всё, что только мы не делали и делали тоже. Это даётся нам не очень легко. Это даётся, знаете, с таким натягом, как будто ты пошёл посрать и не можешь это сделать. И в итоге вот свершилось. Ну вот реально, вот один в один. Мы вчера с молодым человеком ездили, смотрели мебель, заказали диван, комод и стол компьютерный. Ой, короче, осталось теперь только дождаться ключей и документов из реестра. Кстати, сейчас уже не выдают зелёнку, как раньше. Просто выдают договор, по-моему, купли-продажи или как это называется. Ну, что-то такое. На данный момент у меня задача разобраться с интернетом. В новом жилье есть интернет, но не тот, который нам нужен. И нужно, короче, обзвонить провайдеров, которые мы рассматриваем, которые нам нравятся, и спросить, подключено ли новое наше жильё к этим провайдерам. Рассматриваем мы провайдеров NetbyNet, Freedom и Dom.ru. Спасибо. Офигенно! Только что молодой человек написал, что завершилась регистрация в государственном реестре. И всё, сегодня мы договариваемся окончательно о встрече в банке для завершения сделки. И, соответственно, сегодня нам уже выдадут ключи. Я так надеюсь на это. И да, хорошо, что мы вчера съездили, мебель заказали, потому что в любой момент мы можем позвонить, и нам её привезут, потому что уже всё готово. Мы выбирали то, что есть в наличии, то, что не нужно ждать месяц, год или два. И в целом, если мы переедем через два дня, туда уже перевезём вещи все, то, соответственно, мебель через два дня уже будет также у нас. Ой, я, короче, такая довольная, блин, всё, что мы пережили за время оформления этой сделки. Но когда ты получаешь то, что ты хотел, и ты получаешь это именно тогда, когда ты хотел, это, конечно, перечёркивает всё, просто всё плохое, что было. И, блин, думаешь, наконец-то, ну, наконец-то! Когда мы ходили в банк для заключения сделки, именно уже оформление договора, этот как раз-таки хвостатый, как я его называю, посредник, он просто, это жесть. Даже сами люди, которые его наняли, возмущались, потому что он, ну, как дурак себя ведёт, просто вот дурак дураком, он нихрена не соображает, он начал там какую-то ересь нести. А у вас супруги все согласны? Какие супруги? Если бы были бы не согласны, да, то, блин, ну, не было бы этой сделки, и мы бы не сидели здесь в банке. Что за какие-то вопросы тупорылые? Были бы мы супругами, мы бы разобрались, да, сами с этой проблемой какой-то. Есть согласие? Нет согласия? Чего вы свой нос суёте, не пойми куда? Понял потом, что сморозил фигню, и начал потом оправдываться. Ну, бывают разные мелочи, нюансы в семьях, я не знаю, как у вас. Так а чё ты лезешь? Он намекал просто на меня, дала я согласие или нет. Ну, если бы не дала, то, соответственно, ну, блин, не было бы сделки, правильно? Ой, короче, дебил какой-то. И ещё прикол, он всё время, сколько шло подписание договора, и уточнение всяких мелочей, нюансов, он всё это время заглядывал то в кабинет, то к нам подходил, спрашивал постоянно, а деньги когда, а деньги когда? И он рвал и металл просто, чтобы получить то, что он хочет. Но в итоге это всё бездумно, это всё как-то по-тупому. Он вёл себя нетактично, некорректно по отношению мало того, что людей, так ещё и просто к делу подход у него вообще никакой. Он не соображает ничего, он не знает ничего, потому что он даже не знает, где находится этот реестр, куда, что, зачем, почему, всё время перекладывал на нас всякие обязательства, хотя большая часть документации нужна от продавца. Понимаете, вот просто некомпетентность человека. Он называет себя посредником, значит, он должен как-то быть в курсе каких-то событий. А если ты не в курсе, то есть люди, у которых можно это узнавать, есть люди, у которых можно проконсультироваться, есть интернет в конце концов. А понимаете, сидели и узнавали всё, мы, я, да и ещё несколько людей, а ему нафиг ничего не надо. Я понимаю, посредника нанимают для того, чтобы себя обезопасить, и пусть человек занимается, а мы сидим и никаких усилий не прилагаем. Но тем не менее за счёт такого вот дурака усилия прилагали продавцы так же, как они бы могли их прилагать и без этого посредника. Поэтому денежки они отдали просто не за что. Потому что даже сама хозяйка квартиры, которая нам продавала её, она просто вот в банке уже в шоке была, когда этот хвостатый ушёл. Она говорит, я не понимаю этого придурка, вот просто не понимаю и всё. Поэтому если кому-то показалось, что я негатив лью, злость какую-то сгоняю на людях, там лишь бы кого-то обозвать беспочвенно, нет, как раз таки у меня всё почвенно. Всё-таки не получается у нас сегодня попасть в банк. Сегодня у нас понедельник, и нет девушки, которая вела наши сделки. Будет она завтра, но завтра у них много клиентов. Либо среда, либо четверг. Надеюсь, что в среду всё срастётся, и мы уже тогда за те дни, которые у нас останутся, и можем перевести вещи, и интернет нужно сделать. В общем, куча дел. Просто хочется это всё как-то успеть, и на этой квартире тоже долго не задерживаться. Ну как-то сами, да, понимаете, что платить и ипотеку, и квартиру, другую оплачивать тоже как-то это накладно. Да и уже хочется в свою квартиру въехать и жить уже там. В общем, короче, дела обстоят вот так. Я, конечно, надеялась, что сегодня уже мы получим всё, что нужно, и как-то побыстрее это всё сделаем, но нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok